Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад приветствовать вас вновь. Надеюсь, в добром здравии. Спешу сообщить, что сегодняшнюю программу «Моих дороги» мы собирали по присланным вами материалам. Это фото и видео, которые мы по-прежнему ждем на каналы для обратной связи. Поехали! Начнем сегодня с улицы Трамвайная. Мы снимали про этот участок и про канаву на его обочине. Несколько программ, но ВОЗ и ныне там. Очередной жертвой коварства, скрытого под лужей, стал грузовичок Хиндай. О монстрах на наших дорогах. Точнее, нет. Не так. О смекалке и находчивости русского инженерного гения. Кустарный внедорожник, замеченный пользователем Кальвин Кляйн, на Сергинской, что в микрорайоне Крохлевка. По некоторым нашим дорогам можно только на таких авто ездить. Авария. И опять с участием общественного транспорта. Остановка «Сельхозтехника» на правом берегу Камы. Автор фото Роман Сабитов. Круппа «Перемактивная». Жители села Култаева жалуются. Вот уже который год они пытаются пробить тротуары. Ибо до сих пор передвигаются по проезжей части. Улица Сибирская. Район Новостроек. Дорога опасная на всем протяжении. Для автомобилистов сделали отличную дорогу, пишет нам местная жительница Галина Шихова. Но про тротуары забыли. Приложенное фото, красочные слова нашей телезрительницы подтверждает. Обязательно лично выйдем на место. Но пока для затравки вот такая вот история. И в заключении сегодня еще одна тема на исследование, которой уже в ближайшее время отправится наш экипаж. Закамск. Провал на улице Макарова и Сокольской, и разбитая дорога Сокольской буксирная. Провал еще с весны не устранили. Большегрузные машины с карьера все разбили. Писали на сайт «Решаем вместе». Обещали до 2 июля все сделать безрезультатно. Мы уже не знаем, куда писать и кого просить отремонтировать дорогу. Об этом нам сообщил пользователь Николай. Вчера, сообщил нам наш телезритель, звонили в колл-центр главы города. Посоветовали написать письмо в администрацию Кировского района и в прокуратуру. Получается, что глава в курсе дела. Заявки есть и не закрыты. А ответственность за участие в дороге организации не исполняет обязательства. «Я так понял», отметил наш телезритель, что провал в ведомстве ПСК в колл-центре. Также добавили, что ждут они сухой погоды. И получается, ждут ее с марта месяца. Все на сегодня. Надеюсь, что вы не забыли, есть мы в интернете www.veta.tv. Там есть форма для обратной связи в разделе «Эх, дороги». В социальной сети ВКонтакте есть группа и телеканала «Вета». И программа «Эх, дороги». Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Увидимся уже совсем скоро. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова